В День России в Самаре прошел традиционный гала-концерт фестиваля авторской песни «Самфест». Перед мероприятием в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился и пообщался с финалистами. Гости, которые впервые приехали в Самару, отметили, что успели оценить набережную, увидеть, какой город красивый и гостеприимный. Вокалистка самарской группы «Мысли мимо» Ольга Колодкина обратила внимание, что в городе нужно больше площадок с хорошим звуком, чтобы музыканты и исполнители могли чаще выступать. Финалист прошлого года, солист группы «Кинемо» из Самары Максим Широков высказал идею о создании такой площадки на улице Ленинградской. Рио губернатора сообщил, что такой проект уже в планах, в его рамках реализует площадки под открытым небом, а также наполнит творческой жизнью пустующее издание города. В День России Самарский концертный духовой оркестр выступил в Москве в рамках фестиваля «С тобой, страна». Коллектив под руководством директора Евгения Пестерева и художественного руководителя Сергея Рыбина представил сольную программу на Красной площади «Репертуар сводного духового оркестра» со сводным хором на международной выставке форума России на ВДНХ и выступил на Северном речном вокзале. Самару под аккомпанемент оркестра представляли солисты Екатерина Масальская и Вадим Зубков. Уже неделю в области столбики термометров держатся на отметке 35 градусов. Самарцам рассказали, как одеваться в жаркую погоду, чтобы сохранить свой стиль и соблюдать рабочий дресс-код. Рабочая форма в жару может доставлять немало дискомфорта. Чтобы пережить летний зной при выборе одежды, необходимо обратить внимание на ткани крой. Наиболее комфортными будут вещи из чистого хлопка или шелка. Еще для летнего сезона подойдут ткани из льна или вискозы. Также обратите внимание на цвет. Идеальным решением для рабочих будней будут вещи голубых, желтых, светло-зеленых или бежевых оттенков. Только 23% экономически активных россиян готовы знакомиться на госуслугах. Об этом сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Мнения россиян относительно знакомства в интернете разделились примерно поровну. Одна половина опрошенных относится к этому способу положительно, другая – отрицательно. 41% респондентов высказались категорически против этой идеи, считая, что госуслуги не должны засорять подобной информацией. Они также отметили, что для знакомств есть социальные сети и приложения. Врач-трихолог рассказал о причинах появления ранней седины. Иногда это связано с наследственностью или стрессом, который может повлиять на потерю пигмента. Порой причиной служат развивающиеся заболевания, например, витилиго. Оно возникает в раннем детстве. По мнению специалиста, появление обесцвеченных волосков в 20-25 лет – абсолютная норма. Но если этот процесс начался в более раннем возрасте, то стоит обратиться к врачу. Сегодня, на 40-й день после Пасхи, православные отмечают Вознесение Господня. Этот день напоминает о том, как Иисус Христос завершил свой земной путь и вознесся на небеса. Для верующих это событие имеет глубокий духовный смысл и символизирует надежду на второе пришествие Христа и вечную жизнь в теле, неподверженном болезням и смерти. После своего Вознесения Иисус продолжает незримо присутствовать рядом с верующими. Верующие могут молиться как в церкви, так и дома. В день Вознесения они благодарят Господа, просят прощения, восхваляют Его и радуются дару спасения.